Теперь, вот смотрите, допустим, муж нагрубил, ну повел себя плохо, да? Есть несколько вариантов. Первый вариант, вы вытерпели это, успокоились и начали его воспитывать. Второй вариант, вы не вытерпели, вошли в раздражение, начался скандал. Третий вариант, вы решили с ним не ругаться, но также это не вытерпели. В результате вы обиделись и ушли в состояние унижения. Как вы расставите эти варианты? Какой вариант самый плохой? Третий? Ну поругались, помирились, всякое бывает. А если ты унизилась, то что происходит, он начинает собой гордиться, он тебя угнетает дальше. И когда человек унижается, вот когда человек унизился, допустим, да, он становится некрасивым. Вот женщина унизилась, она некрасивая. Мужчина униженный, невлиятельный. Допустим, мужчина униженный пришел устраиваться на работу. Он говорит, хочу работу. Они смотрят на него, он такой, хочу, хочу работу. Они говорят, слушай, у нас для тебя нет работы, иди куда-нибудь, все нормально. Почему? Потому что униженный человек к счастью не принесет, он никому не нужен. Или второй вариант, он приходит гордый, он такой показывает, у меня, смотрите, три диплома самых престижных вузов. Я как бы вам за счастье вообще взять меня на работу. И они говорят, да, 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 конечно, в следующий раз придете. До свидания. То есть человек гордится собой, никому не нужен. Униженный, никому не нужен. В депресснике пришел. То есть счастье у него в прошлом. Он говорит, я хотел бы устроиться к вам на работу. Хотя я точно не знаю, это хорошо или плохо. Ну, то есть у него все в прошлом уже. Ему говорят, слушай, иди отсюда. Или человек прибежал такой, говорит, я хочу устроиться у вас на работу, как бы у меня, правда, время мало. Вы можете мне сказать, вы устроите меня на работу или нет? У меня там еще одно место, куда я хочу сбегать. Ему говорят, нет, не устрою, беги в следующее место. Теперь сразу возникает вопрос. Человек что, хочет так жить? Ему что, кому нравится быть униженным? Кому нравится быть в суете? Кому нравится гордиться собой? Да никому это не нравится, это тупость просто. Кому в депресснике нравится жить? Никому. Чувство собственного достоинства еще может уходить влево и вправо. Левая сторона – это женская сторона, правая сторона – мужская. Если у мужчины чувство собственного достоинства уходит в левую сторону, он начинает плакать такой, становится как ребенок, несчастным. Он сидит дома, работать не хочет никуда идти, выпивать начинает. И женщина просто с ума сходит, думает, я что, себе мужа взяла или ребенка? Я не пойму, с кем я живу вообще. Если у женщины чувство собственного достоинства влево уходит, она тоже становится эмоциональной, капризной, плаксивой. Но для женщины это естественно. То есть у женщины в левую сторону чувство собственного достоинства иногда уходит. Ну, это нормально. Она становится эмоциональной, плаксивой, такой несчастной. И всем это нравится, все подходят, ее начинают жалеть, гладят ее по голове. Нормально. Вот теперь, если у мужчины в правую сторону чувство собственного достоинства уходит То он начинает кричать, ругаться, кулаками по столу бить Но это лучше, чем если бы он плакать начал, правда? Ну то есть он остался мужчиной, просто вышел из себя Теперь у женщины, если чувство собственного достоинства правого уходит Мужскую сторону, она становится грубой, независимой Ну то есть она непонятно, то ли мужик, то ли женщина В общем, эмансипированная женщина Такая как бы Курик такая себе Познавшая жизнь такая Она такая, как бы работает целый день И некогда мужиках думать Такая Вот Ничего хорошего Вот смотрите, как бы Если говорить о судьбе, то Вот такая эмансипированная женщина Да, какой мужчина ей достанется? Который плачет Да, сидит дома Выйди за меня замуж Она такая Хорошо, я подумаю Понимаете, да? Если мужчина гордый такой А остальше джигит такого О, гордый Какая ему женщина достанется? Униженной Так? Если мужчина в депресснике находится Такой Несчастный такой Замученный Какая ему женщина заходит, достанется? Суетливая Она будет Все хорошо Пойдем Она говорит Сейчас Одна женщина прибегает ко мне Говорит Мы абсолютно несовместимы с этим человеком Абсолютно несовместимы Я говорю Вы покажите человек Мне кажется Я понимаю На чем вы говорите Такой заходит Такой Я говорю Вы полностью совместимы с ним? Она говорит Почему совместимы? Я не понимаю Почему совместимы? Почему так говорите? Я говорю Потому что вас другой бы вообще не выдержал Представьте Он такой же как вы был Что бы тогда вы вместе делали? Вообще Вы с ума сошли бы вместе? Или допустим Два вот таких вот Что как можно жить? Или два гордых таких Я тебе сейчас сказала А я тебе сейчас сказал Как они будут жить вместе? Нереально? Ну то есть видите Гордому достается униженная женщина Гордой женщине униженный мужчина Вот Суетливым человеку депрессивный Если женщина ушла в правую сторону Она в работе вся Значит ей мужчина в левую сторону Он в доме Дома сидит Работы не хочет Ну невозможно по-другому Допустим Представьте Допустим Женщина встреет Женщина постоянно плачет Такая постоянно плачет Она в левую сторону Услать чувств И она встречает мужчину И она встречает мужчину Он тоже постоянно плачет Такого быть не может Как они будут жить вместе? Значит она какого встречает Семь мужчину? Он постоянно гневается Он говорит Да я не В чем дело Теперь как возвращать ситуацию? Для того чтобы возвращать ситуацию Займись собой Если ты эмансипированная женщина Стань нормальной женщиной Тогда твой муж Который сидит дома Работать не хочет Тоже нормальным станет Ну само собой это происходит Чувство собственного достоинства Синхронизируется в семье Понимаете? Если допустим ты униженная ходишь Хочешь чтобы муж Не бил тебя Не кричал Не ругался на тебя Хорошо Перестань быть униженной Сразу возникает вопрос Олег Геннадьевич Вот как раз об этом Я и хотел вас спросить Как перестать быть униженной? Я вам сейчас расскажу Первое что вы должны понять Что есть очень серьезная причина Почему чувство собственного достоинства Выходит из равновесия И есть только одна причина К этому Только одна Эта причина называется Привязанность Что такое привязанность? Это когда я Хочу от человека то Чего он мне не дает Ну то есть отвлекись Мы допустим один раз В одном святом месте В Индии Шли на гангу купаться С женой И очень сильно Отпоссорились Такие идем Не разговариваем Такие рядом Друг с другом Идем Не разговариваем И мы увидели Двух мангустов Такие очень красивые животные Это они такие вытянутые Длинные хвосты у них Вот такие длиной примерно Серенькие Очень красивые И они бегали друг за другом Вот так по кругу И фыркали друг на друг Был семейный конфликт Вот там понимаете Природа кругом Очень такие красивые Луга Такие очень красиво Все просто шикарно Понимаете И я говорю Жене Говорю Смотри Говорю Красотей они вокруг Нет чтобы им По полям По лугам бегать Они друг за другом Бегают и фыркают Вообще ничего не видят вокруг Семейный скандал Они друг друг хотят За хвост укусить Такие Вот так вот по кругу Друг за другом И шипят Друг на друг Я ей говорю Слушай Тебе не кажется Что мы чем-то Их напоминаем С тобой Кругом природа Кругом как бы красотень Мы с тобой идем Ничего не видим Ничего не замечаем Вот этой красоты И постоянно Думаем друг о друге С негативом И она начала улыбаться Так Мы сняли Напряжение Понимаете О чем я говорю Или нет Что когда я что-то Жду от своей жены И она мне этого Не дает То Мое чувство Собственного достоинства Куда-то выйдет Из равновесия Куда уже выйдет Это как судьба Ну сделает Если она будет Жестоко мне не давать Жестко очень То тогда Мое чувство Собственного достоинства Уйдет вниз Я буду Обиженным Мне будет тяжело Я стану таким Несчастным Замученным Обиженным Некрасивым Вот если она Будет не давать Мне Допустим Если я сам Ей буду Что-то не давать Допустим То она унизится Если она Начнет Допустим Ну допустим Она мне что-то Не дает И я начинаю Требовать От нее Очень жестко Ся веду То мое чувство Собственного достоинства Уходит вверх Называется Гордость А если я пойму Что она никогда Мне этого не даст В жизни Допустим Часто это с детьми Так бывает Человек понимает Что этот человек Мне детей не даст У меня не будет С ним детей То чувство Собственного достоинства Куда уходит Назад Называется Депрессия То есть Другими словами Мои дорогие друзья Первый принцип Который дает Человеку возможность Быть успешным Называется Самодостаточность Если вы Видите Что вам по судьбе Не положено Что-то От близкого человека Вот допустим Давайте крайний случай Брать Вам не положено От близкого человека Иметь ребенка Он говорит У нас детей не будет Или вам Допустим Он вам говорит Мы с тобой Расписываться не будем Крайний случай Да Очень неприятная ситуация Смотрите Он говорит Мы расписываться не будем Да Ты увидела Бросить его не можешь Счастье с ним Тоже не получишь Потому что Ты не расписанная С ним Нет гарантий Никаких Дальше Какой результат Депрессия Или Есть второй вариант Вариант второй Какой Начать Идти на природу Идти к добрым людям Идти к Богу Начать наполняться Потому что Когда судьба Она тебя надавила Она тебя истощает У тебя мысли начинают В эту сторону идти Тебе надо спасаться Иди к добрым людям Иди к природе Иди к Богу Молись Сделай так Чтоб ты смог Отвлечься Понимаете У тебя была мечта У тебя было желание Которое ты направил На человека Если твое желание Направляется на человека Будь уверен Что там находится Твоя судьба Я Недавно читал лекцию В Бельгии Я там говорил Очень много об этом Как диагностировать Плохую судьбу Мы много об этом говорили Если ты чего-то хочешь От кого-то Вот чего-то сильно хочешь От кого-то Там находится Твоя плохая судьба Может быть уверен Вот допустим Хочешь сильно ребенка Да от мужа Там плохая судьба Сильно дом купить Хочешь купить Там плохая судьба Сильно хочешь замуж Очень сильно хочешь замуж Невыносимо сильно Там плохая судьба значит, будет трудно выйти замуж. Сильно хочешь, чтобы тебя понимали, вот сильно хочешь, чтобы тебя понимали, там плохая судьба. Если сильно хочешь, допустим, подарков от мужа, чтобы он подарки, там плохая судьба. Вы скажете, что в жизни вообще ничего не хотеть, что ли, теперь? Вообще, как жить-то? Без желания же жить невозможно. Мои дорогие друзья, мы сейчас говорим с вами о сильных желаниях. Понимаете? Вот если женщина сильно хочет, чтобы мальчик, ее сын, ее слушался, он будет непослушным. А если она просто хочет, чтобы он ее слушался, она может же отвлечься от этого желания. Теперь, как побеждать судьбу? Вот смотрите, побеждать судьбу нужно следующим образом. Давайте берем простой пример. Девушка хочет замуж, сильно хочет замуж, не выходит, потому что сильно хочет. Что делать? Нужно начать общаться с другими девушками, нужно начать молиться Богу. И что? Нужно к чему прийти? Нужно прийти к тому, чтобы у тебя в сердце успокоилось сердце по поводу этого желания. Ты должна стать самодостаточной, без мужчин. И в этот момент чувство собственного достоинства встает на место, она становится красивой, и на нее начинает смотреть. В тот момент, когда она сильно хочет замуж, но ничего не получается, чувство собственного достоинства уходится вниз, это унижение, значит. Или в назад, это называется депрессия. Некрасивая в депрессии девушка кому нужна? Кому она нужна некрасивая? Никому не нужна. Понимаете? Какая причина? Желание. Поэтому, понимаете, вся ведическая культура, она всегда говорит только об одном. Успокой свое желание, стань самодостаточным, настройся на служение людям, отвлекись от себя. То есть есть несколько способов быть самодостаточным. Первый способ. Отвлекись от себя, начни делать добрые дела, служи кому-нибудь, и тебе станет легче жить. Второй способ. Это медитация. То есть слезься с природой, слезься с Богом. Начни думать о Боге, о природе, забудь про свое страдание. Успокоиться. Это называется успокоиться. Успокоиться означает объединиться с чем-то спокойным. Вот допустим, река спокойная, ты на ней думаешь, тебе спокойно стало. В храм пришел, думаешь об алтаре, тебе спокойно стало. Понимаете? То есть второй способ — это слияние. Первый способ — служение. Второе — слияние. Третий способ — это аскеза. Человек раз начинает не есть, допустим, там, пост на воде. Аскеза тоже успокаивает, отвлекает. То есть ты как, когда ты аскезу совершаешь, ты силой отрываешь свои чувства от объекта. Когда ты служишь другим, ты просто переключаешься, у тебя твои чувства находят другое счастье. И это счастье другое нейтрализует первое. Когда ты настраиваешься на природу, ты чувствуешь энергию любви, настраиваешься на добрых людей, чувствуешь энергию любви, отвлекаешься от того, что у тебя было. Итак, если ты хочешь быть успешным человеком, следи за своим чувством собственного достоинства. Следи, ты униженный человек, или в депрессии, или гордый. Ты следи за собой, то есть смотри, что с тобой происходит. Если ты видишь, что что-то не так происходит, делай, чтобы было так. Если ты гордишься собой, значит тогда попроси прощения у человека. Извинись, скажи, я не прав, что-то не так делаю перед тобой. Если ты униженный, значит тогда отодвинься от человека, попытайся перестать ждать от него что-либо. Стань самодостаточным, перестать его как бы... Допустим, женщина униженная, потому что муж не обращает на него внимания. Есть много других людей, которые обращают на вас внимание. Идите к подружкам, идите к родителям, испытайте счастье в отношениях с ними. Если человек уперся, вот-вот, нет, я хочу, чтобы муж обращал на меня внимание. Ну тогда всё, тогда твоя судьба будет разрушена. Так именно разваливаются семьи. Из-за просто одного желания. Допустим, я хочу, чтобы муж вот так вот это, вот это сделал для меня. Всё, твоя семья будет разрушена скоро. Но самое удивительное заключается в том, что если человек отвлекается от желания, то это первая стадия побед над судьбой. Допустим, смотрите, муж не хочет детей, да? Серьёзная проблема. Для женщины серьёзная проблема. То есть она, живя с этим человеком, останется без детей в результате. И бросать тоже не хочет, потому что она благочестивая женщина, она хочет сохранить семью. Что делать? Нужно начать молиться Богу, начать служить людям, отвлечься от мужа в этом плане. Даже мужу начать служить, но только не думать об этом, стараться отвлечься. Итак, первая стадия называется принятие судьбы. Что такое принятие судьбы? Это не значит, что прибить себя гвоздём к стене своей безысходности, понимаете? Принятие судьбы означает наполниться счастьем из другого источника. Вот, допустим, у тебя, ну, муж тебе не хочет давать детей, допустим, да? Но зато у тебя есть много других видов счастья. Наполнись ими. Не потому, что ты теперь всю жизнь без детей будешь жить. Нет, мы сейчас к чему идём? К тому, чтобы дети были. Мы идём к победе над судьбой, понимаете? Мы идём к тому, чтобы муж ждал детей в конечном счёте. Мы к этому идём. Это означает, первая стадия принятия судьбы, означает отвлекись. Пускай твое чувство собственного достоинства станет сильным. Сделай вызов своей судьбе. Не поддавайся подъявляй, не думай об этом, что он тебе не даст детей. Не входи в истеричное состояние. Служи всем, заботься обо всех. Отвлекайся от этого состояния. Когда ты почувствуешь силу, ты успокоишься в сердце. Твой муж не хочет тебе давать детей. Как не хотел, так и не хочет. Но тебе стало спокойно. Первая стадия победы над судьбой. Ты уже идёшь вперёд. Это не то, что ты такая дура, как бы не понимаешь теперь, что он не хочет давать детей. Нет, ты всё понимаешь. Просто ты знаешь, как побеждать судьбу. Итак, первая стадия – спокойствие. Итак, муж на первой стадии не перехотел. Он как не хотел давать тебе детей, так и не хочет. Но ты к чему пришла? Ты стала на фоне этого самодостаточной. То есть ты стала красивой, влиятельной, сильной. И теперь можешь начать его воспитывать. И ты, раз ты мне не хочешь давать детей, значит я вот не хочу тебе это давать. По-доброму. По-доброму. Ну то есть человеку ставить определённые условия в жизни, понимаете? То есть опять же условия можешь ставить, если ты что-то давала. Если ты ему служила, служила, заботилась. Раз и не хочешь заботиться. Такая сидишь, печаль такая. Ну печаль имеется в виду не в униженном состоянии, потому что к униженной женщине никто не подойдёт. Она никому не нужна. Она такая сидит, такая. Он подходит и говорит, что у тебя такое за настроение? И она ему говорит, да так, всё нормально. И смотрит на него, как будто его нет. Такая. И сидит дальше. Он говорит, ну как всё нормально? Не всё и ненормально. Она улыбается, такая ему говорит. Нет, всё нормально. И дальше сидит такая одна. Он ходит кругами, потому что чувствует, что что-то не то. Он хочет счастья в отношениях с ней. И она такая с улыбкой говорит, ты знаешь, я, наверное, такая всю жизнь рядом с тобой буду. Он говорит, как всю жизнь? Вот ты вот такая вот будешь всю жизнь рядом со мной? Она говорит, да. А почему? А без детей невозможно быть счастливой женщиной. И он начинает думать. Но у него есть серьёзные причины, почему он не хочет детей. Он, допустим, боится, что финансово не справится. Или ещё что-то. Понимаете, не просто же так он как бы не хочет детей. Есть какая-то серьёзная причина. Или ему не нравится этот виск-писк, он устает от звуков этих там. Но есть какие-то серьёзные причины. Понимаете, но если вы вкладываете в человека, вы его любите, служите ему и воспитываете его одновременно, объясняете ценность для вас этого всего, то вы таким образом побеждаете судьбу. Но если вы унизились и думаете, почему ты мне не хочешь дать детей, начинаете скандалы, то семья развалится 100%. Если вы хотите сохранить семью и победить судьбу, надо заботиться о человеке. Веды говорят, для того, чтобы муж дал детей, нужно сильно постараться, сильно ему послужить. То есть вы заботитесь о нём. Ну, служите ему. У вас чувства, собственно, достоинства хватает. Вы переварили эту судьбу, это ощущение, что он не хочет давать детей. Вы не обращаете на это внимания. Вы служите, заботитесь о нём. Намекаете ему, что вам нужны дети. Воспитываете его параллельно. И в конце концов он ломается. Он не может, потому что он сильно благодарен вам в сердце. Думает, блин, ну ладно, одного зачнём. Почему? Потому что вы переварили свою судьбу. Вы не обиделись, не расстроились, депрессняк не вошли. Зелание своё победили сильно. Успокоились. Начали служить мужу, преодолевать трудности. Это вроде несправедливо. Зачем служить этому человеку, который не хочет, не подарить части, самое главное моё. Прими судьбу, успокойся, начни заботиться о нём. И менять его сознание, его восприятие мира. Менять надо. И придёт время, он растает. Так человек побеждает судьбу. Как теперь проигрывать человек судьбе? Он попадает на удочку желания, начинает плохо думать о том, что происходит. Приковывается к этой мысли, теряет себя в этой мысли, входит в унижение и депрессняк. Женщина становится некрасивой, мужчина становится невлиятельным. Допустим, жена не хочет, допустим, принять его мать. Он очень сильно любит мать. Жена не хочет даже на неё смотреть. И он с ума сходит. Он начинает приковываться к этой мысли, он теряет себя, он никакой становится. Приходит к матери, говорит, мать, говорит, посмотри на себя. Ты на работе никому уже не нужен. Посмотри, ты как тряпка. И всё из-за неё. Он думает, а, точно, всё из-за неё. Раньше я не такой был. Я был лучше. Так разрушается семья. Поэтому выход только один. Человек не должен сильно доверять своей судьбе. Он не должен думать, что близкий человек не должен всё сделать в моей жизни. Понимаете, надо быть внимательным, осторожным. Как судьба через близкого человека тебя за крючок зацепит? Она не будет зацеплять через чужих людей. Один раз жена ко мне подходит и говорит, у нас в доме есть проблема. Я говорю, да? И как ты думаешь, кто является причиной этой проблемы? Я говорю, конечно, я. Она говорит, а почему ты так считаешь? Я говорю, а потому что мы с тобой вдвоём живём. Больше никого нет. Кто ещё может являться причиной проблемы? Она начала смеяться, успокоилась. Видите, я принял всё сразу. То есть вроде несправедливость какая-то накатывается. Надо как бы руки на пояс и начать с ней сражаться. А я просто как бы всё перевёл в шутку, и она успокоилась сразу. Рассказала, в чём проблема. То есть я принял судьбу, спокойно отнёсся. Мы, дорогие друзья, для того, чтобы быть спокойным, для того, чтобы отвязываться, для того, чтобы не раниться, не думать о плохом постоянно, у человека должна быть сила. У человека должна быть способность и свою память направить на что-то другое. И такая способность создаётся не за пять секунд. И эта способность силы человеческой, она исходит от Бога, понимаете, от высшего источника. Господь действует через добрых людей, через поклонение и через природу. У меня где-то лет 14 назад в жизни был тяжёлый стресс. Я молился, общался с добрыми людьми. Представляете, но у меня не хватало сил, у меня была сильная слабость. Я вроде бы спокойно всё было, всё нормально. То есть я не то, что там тосковал, не спал там, ещё что-то. Я просто чувствовал, что я теряю силы. И представляете, я просто интуитивно пошёл гулять по лесу. Начал гулять по лесу и молиться. И я восстановился. Понимаете, даже сила природы имеет большое значение в жизни человека. Это божественная энергия, мы получаем здоровье от неё. Понимаете, когда человек находится в состоянии, когда судьба его мучает, он должен сильно наполняться. Надо перестать думать о работе, о делах каких-то. Нужно очень сильно включиться именно в этот процесс. То есть нужно общаться с добрыми людьми, служить им. Нужно больше быть на природе, больше молиться, больше быть связанным с Богом. И когда ты успокаиваешься в сердце, чувствуешь, что тебе легче становится, в это время ты начинаешь побеждать судьбу. Следите за своим чувством собственного достоинства. Одна девушка меня спросила, как я пойму, что скоро я выйду замуж. Я ей сказал, в тот момент, когда ты почувствуешь себя хорошо, что ты уже не зависишь от мужчин. Тебе и так хорошо будет самой. В этот момент ты скоро выйдешь замуж. Пока ты беспокоишься об этом, пока ты тоскуешь, пока тебе плохо, этот момент не настал. Мужчина спрашивает, Олег Геннадьевич, как я узнаю, что я скоро устроюсь на работу? В тот момент, когда тебе хорошо будет и без работы, когда ты будешь чувствовать себя самодостаточным без работы, когда ты к работодателям будешь приходить, улыбаясь, а не трясясь, в этот момент ты найдешь работу. Когда я куплю себе хорошую квартиру, деньги есть вроде, ничего хорошего не встречается. В тот момент, когда ты успокоишься по поводу этой темы, и ты узнаешь, что продается какая-то квартира, но у тебя в сердце как бы быстрее покупать не возникнет этого желания, ты спокойно отнесешься к этой новости. В этот момент ты и купишь. В тот момент, когда человек к своей судьбе относится спокойно, в этот момент он ее и побеждает. сильное желание является признаком разрушения все скандалы вся ругань семье идет от сильного желания возьмите вспомните когда вы ругались близким человеком в чем причина причина только в том что у вас была сильная какая-то потребность и близкий человек с наглой мордой по-русски сказать эту потребность не удовлетворил